Халалуя Бог сотрудничает с сильными людьми Бог не строит церковь из слабых людей И для того, чтобы мы были сильны Бог нам дал все Амэн Итак, давайте откроем Диане 1.7 Диане 1.7 С чего начинается пробуждение? С правильного взгляда на пробуждение Здесь записано так Восьмой Но вы примите силу Когда сойдет на вас Дух Святой И будете мне свидетели В Иерусалиме Во все Юдей Самария И даже до края земли Первое слово На которое Писание обращает внимание Вы примите силу Сила, сила и сила Сила и сила Господь желает пропитать силой Все, что мы не делали Наше слово Мусу варц Силой убеждения Чтобы человек, который слушает меня Он не остался равнодушным Ты понимаешь, сегодня очень много слабых проповедей Слабых проповедников Слабых церквей Слабых церквей Церквей, которые не производят Никакого впечатления Никакого влияния Никакого влияния Там есть сила Там всегда будет влияние Там всегда будет впечатление Там всегда будет реакция, сто процентов. Вы здесь? Халлелуйя. Если мы поем песню, то сила Божья, которая пропитывает наше поклонение, она не оставит нас равнодушными. Не хотел бы петь, так будешь петь. И даже отступник Саул, попадая в это облако, он сам начинает пророчествовать. Это сила, которая подчиняет даже отступников, грешников, язычников. Без этих сил, без этой силы, мы с вами никогда не сможем сделать пробуждение на этой земле. Амин. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И вот сейчас стоит дилемма. Скажешь, Алексей, ну я скрещен Духом Святым. Ну представляю собою, сплошное дохлячество. Ну посмотри на меня, какая сила. Полюбуйся, какая сила на мне. А на языках говорю. Так вот проблема бессильных языкатых крещённых, христиан, она присутствует до сегодняшнего дня в нашей церкви. Вроде крещённые. И вроде на языках говорят. Никакой силы. Бессильные язычники. Мы с вами должны как-то пересмотреть эту проблему. И попытаться выйти из положения. И получается как будто писание в рёд. И тот крещён Духом Святым. И как меселые. Ни ума, ни фантазии, ни денег, ни силы. Церковь не растёт, я чейка не растёт. Тараканы клопы бегают, крыша течёт. Где сила? Куда она делает? Она в тебе. Я вот буду убеждать сегодня, что источник силы в нас есть, и что не жди силы сверху, не жди силы снизу, не жди силы сбоку, или справа, или слева. Ты должен однажды раскопать в себе этот источник. Я верю в Слово. Писание говорит, что вы примите силу, когда сойдет на воздух. То есть снова и снова, главным признаком крещения Духом Святым, или целью, скорее всего, так, целью крещения Духом Святым, являются не языки, а является сила. Что такое языки? Что такое молитвы на языках? Это средство достижению главной цели силы. Давайте разберем еще раз этот процесс. Для чего нужно крещение Духом Святым? Крещение Духом Святым предназначено для того, чтобы человек был сильный. Первый пункт. Второй. Для чего нужны языки? Языки это не цель крещения Духом Святым, это орудие, которое Господь дает каждому христианину. Послушай, если ты будешь много работать, в молитве ты докопаешься до силы. Аминь. Языки это средство, сила это цель. Аминь. Скажи, молитва на языках. Говори громче, я не слышу. Молитва на языках. Это средство. Это средство. Для достижения. Для достижения. Главной цели. Главной цели. Пробуждение. Пробуждение. Сила. Сила. И если у меня есть сила. Если у меня есть сила. Цель достигнута. Цель достигнута. Если у меня нет силы, значит я лопатряс, лентяй. Амен. Вы сами сказали это своими устами. А что, неправда? Кто из вас не согласен со мной? Первый заговорил на языках. Единственное, что вы делаете от нас от силы, это наше банальное, грубое, исконное состояние мы лодыри. Не молитесь, и поэтому нет силы. Мы должны работать. И давайте просто поймем, что если нет силы, это тревога. Должна зажигаться красная лампочка, внутрь и нас должны сломить колокола, что-то ненормальное, это что-то катастрофичное, это авария, если нет силы. Что-то нет силы, это когда свет гасит, вы понимаете? Это когда вдруг фонари сейчас погасли, и если я хочу, что такое, а когда твои фонари погасли, у меня проблем нет, ходишь неделями с погасшими фонарями, и никакой тревоги даже не производишь. Сможешь, уже все отключено, молитва отключена, глаза отключены, твои проповеди отключены, ячейка уже долгим-давно, вообще там инием покрыта, и ходит, хоть бы хны, да ты звонить должен, в Латвэнерго звонить, туда, в это самое, в небесную энерго, и говорит, Господь, в чем дело, почему электричество отключено? А откуда ты знаешь, эти самые вот в розетку, и ничего не бьет? Вы здесь или нет? Я вас не развлекаю, я серьезно говорю, энергетический кризис, это проблема пробуждения, и ты должен знать, и ты должен быть честный к самому себе, если гаснет, гаснет свет, если телевизор не показывает, если холодильник уже теряет свою способность морозить, И ты вижу, что проблема происходит, послушает только исчезнет энергия, только исчезнет сил, вот на всех уровнях начинаются проблемы, компьютеры не работают, холодильники не работают, кухня вся не работает, прокисают продукты, срываются телефонные переговоры, все парализуется, вы слышите или нет? Сила, это двигатель нашей жизни, и как-то на физическом уровне, мы как бы здесь сообразительны, мы выходим из положения, не электрическая сила, ну может быть какая-то другая есть, мы как-то выходим из положения, но когда духовный кризис, энергетический духовный кризис, мы просто потрясающие безразличия проявляем, И иногда сможет, вот на каких-то кризисных христиан, но меня просто возмущает, у тебя же продукты гниют, ты понимаешь или нет? Если у тебя холодильник не работает, твои откровения гьют, твои молитвы гниют, там уже в муке или там маник, в червячки ползают, Алло, энергетический кризис, орать надо, если силы нету, но языки-то есть, вот в чем дело, слушайте, Бог никогда нас не загоняет в тупик, Бог никогда нас не загоняет в тупик, знаешь, сила может быть, а может не быть, но молитва у нас всегда есть, Так если силы нету, начинай работать, начинай работать, не страдай, а работай, по имени Иисуса Христа. И вот сейчас мы посмотрим, каким образом мы достигаем силы. Но так бы хотелось, самому быть сильным, но так бы хотелось, чтобы мои пастера были сильными, но так бы хотелось, чтобы наши сотники сильны, чтобы раз морозились, Зарвалис, узsprака, зашклис. Прикратить надо энергетические кризис, Ну куда вы помолимся? Палушкин в шагtime, сильный, сильный, подключимся к его энергии. О, шагабра, мханда. Вааа, я мама, но ромесам, бранала ханда, Голлелелелелелелел, забррррррррррррррпрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр. Глэм шаллэллэллэ лваги доски гэд. Играет музыка. Почему написано непрестанно молитесь. Для того, чтобы быть непрестанно сильным. Чтобы всегда у тебя был потенциал. Чтобы у тебя всегда была мудрость, чтобы свет был всегда. Амин. Взирая на славу Божию, кто-то сказал, что наше лицо как солнечная батарея. Если мы всегда будем взирать на славу Божию, мы как космические корабли будем постоянно заряжены. Мы постоянно будем двигаться и преображаться в тот же образ. Не взирая ни на какие обстоятельства. В автобусе, в бане, в туалете, в церкви, или там на лыжах, или где-нибудь там за партой. Никто не помешайте молиться. Не пристанно молиться. Слава Богу за языки. Обязательно не надо напрягать мозги. Пусть ума остается без вода. Но пусть это постоянно работает генератор. Знаете, однажды я завел сознание целый день. Я просто взял и себе такое, ну, подумал, а что, вот я еще на стройке работал, думаю, буду молиться целый день. Вот просто целый день буду молиться. Попробуйте это. Во. Кришнаиты говорят 875 раз. Говори, Харис, и тогда будет, слушай, это все плагиат. Первый Бог сказал, не 807 грасов, а непрестанно. Договорят ищущие Господа, непрестанно. Не 800, а 800 по 800. Великий Господь, Великий Господь. А еще ищущие. Вы знаете, я утром еду на работу. Грабли, 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 грабли. Вы знаете, такой кайф сначала трудно. Но саком груди. Сначала вот вся наша плоть, она сопротивляется духовным нищам. Пересыхает во рту. Тебе хочется спросить, сколько времени? Здравствуйте, и все. Слушай, оставь его бесплатно, пусть отдохнет этот компьютер. Он уже перестарался. Пусть отдохнет. А ты подключись. Но ты переследишь. Целый день до обеда помолишься. Знаете, ни одной дурной мысли в Божьем. Ни одного дурного желания. Такой кайф. Просто подзарядка такая. Не очень быстро. Но такая уверенная. Ты чувствуешь тебя прекрасно физическое состояние. Прекрасно духовное состояние. Гарлига стопокли. И тебе кажется. У меня такой специалист. Я сейчас начну проповедовать. Каждое слово. Каждое слово будет. Как бомба будет. И это абсолютная правда. Сейчас мы повзрослели. Нам некогда мы лечим. Мус нечастливый. Мус нечастливый. Мус нечастливый. Нас очень важные разговоры. Мус нечастливый. Мы слишком много болтаем. Поэтому мало силы. Если бы меньше болтали. Если бы меньше болтали. Было бы больше силы. Будет вайраг спайк. Утечки силы больше, чем в течке. Понимаете? Поэтому и тянемся из последних сил. Я верю, что мы подойдем к силе. Мы не будем под палкой заставлять людей. Подключайся. Подключайся. Молись. Молись. Ты сам это поймешь. Ты подстос запратишься. Я уверен, что очень скоро мы будем просто свистеть и сирену пожарную включать, чтобы остановить. Наши молитвы, что все почувствуют кайф. Все почувствуют, как это здорово. Не просто. Мы просто улетим. Мы очнемся к утру. У нас есть смысл рит. Под скамейками. Кто на люстре. Да, да, да. Я верю в великую силу, которая придет нам церковь. Мы однажды расконсервируем эти молитвенные механизмы, которые, к сожалению, на сегодняшний день мы вообще не используем. А если используем это 10%, 10% у Бога. 10% у Бога. Слушай, это для тебя, а не для Бога. Не весь Диев. У Бога силы хватает. Диеву спека петербург. А ты отдохлятишься. Тебе нужно. Ты ваидзий. Амэн. Да не обижайся. Да я сам отдохлятишься. А то начнем сейчас. Ты обзывается. Мы так говорим. Называем вещи своими винами. Амэн. Так что нам нужна сила. Амэн. А ну, как сильно загриджи. Стиври клеят. Во, это уже похоже на церковь. Мы готовимся к следующему году. Мы готовимся к следующему году. Нам нужна сильная прославление. Нам нужна сильная веса. Нам нужна агненная праздники. Амэн. Итак, молитва всегда у нас есть. Есть сила или нет сила, а молитва всегда есть. Амэн. Поэтому мы должны приказать себе. Буриться. Уртись. Подсоединяться. Певенотись. И наше слово. И наша молитва. Она сразу соединяет нас напрямую с престолом Божьим. Ар Деву трони. Ефизианам 1.15.20. Давайте откроем. Ефизианам 1.15.20. Я буду разбивать сейчас причины. Которые удерживают нас от силы. Которые удерживают нас от силы. Мы должны полюбить силы. Мы должны полюбить силы. Быть сильными выгоднее. Будь стипрами и издвигаем. Чем быть слабыми. Это выгоднее. Так бы хотелось, чтобы мы это поняли. Поэтому. Тапец. Я услышу о вашей вере. Ваши вере. И как безмерно величие Могущество Его в нас Верующих по действию державной силы Его Павел молится об этих людях И если он апостол язычник То он молится о нас И действительно так бы хотел Чтобы это однажды в жизни исполнилось Павел просто ломает голову Как бы объяснить нам Сколько силы в нас Какой потенциал в нас Какая величая слава Бога То есть на что способен тот Христос Который живет в нас Это не мы Христос, который живет в нас Он могущественен Он сильный Он безмерный Безпридельный Он говорит, я умаляю Сила есть И теперь надо докопаться И как же пробить вот эти вот толщи Которые скрывают нас От этой силы И как они скрывают Давайте Значит первый факт Что источник силы в нас имеется Это первый пункт Это первый пункт Амен И огромное наследие Которые мы имеем внутри Которые мы имеем Как же докопаться До сути Эфизианам 5 глава Эфизианам 5 глава 18-20 стиха Здесь Павел пишет Не упивайтесь вином От которого бывает распутся Но исполняйтесь духом Вот это слово Мне тоже в последнее время Не дает покоя Послушайте Мы можем быть крещены Духом Святым Но не исполнены Крещение Духом Святым Это установка Буровой вышки На том участке Где есть огромные залежи Нефти Ну скажем Елея Силы Божьей В отличие от земных Буровых вышек Которые бурят вниз Бог дает нам Такую вышку Которая бурят вверх Амин И крещение Духом Святым Это лишь установка Этой вышки А теперь Господь желает Чтобы мы бурили Ведь причем бурили До тех пор Пока Ну вот Из недр Этого Этой территории Не пробьют фонтаны Божьей силы Исполняйтесь Духом Святым Давайте остановимся На этом И вопрос Как часто Мы Исполняемся Духом Святым Вот ровно Настолько Мы можем Говорить о силе Я не говорю Просто Сколько часов Ты молишься Мне абсолютно Все равно Или ты молишься Скажем Двадцать четыре часа Или ты молишься Три часа Три часа Молитва Это только средства Для нас главная цель Сила Нам нужно Исполниться Духом Святым Исполниться Духом Святым Это и есть Пропитаться И насытиться Божьей силой Дорогие Если бы мы в день Хотя бы один раз Исполнялись Духом Святым Вы даже не представляете Какие бы горы Мы с вами уже Свинули Вы здесь Церковь Я спрашиваю Для того чтобы ты сам себе Кратко ответил Сколько раз за неделю Ты исполнился Духом Святым Скаж А что это за состояние Это состояние Максимально Божьей близости Когда ты наполняешься Трепетом Когда ты наполняешься Либо радостью Либо слезами Либо просто Просто Святым молчанием Но ты знаешь Он рядом Он держит тебя И ты чувствуешь Что ты отрываешься От земли Ты пропитываешься Его благодатью Ты чувствуешь Что ты превосходишь Самого себя И можешь сделать то Что ты никогда В жизни не делал Исполняться Духом Святым Это Лапсаться с Богом Это обниматься с Богом Это слышать Его дыхание Слышать Его слова Чувствовать Его в своем сердце Максимальная близость И самый главный Отличительный признак От наших эмоциональных всплесков Когда Бог приходит Он всегда приходит в силе Если это сокрушение То это сила И после этого сокрушения Ты стоишь как гигант Можно Знаете Таким плаксивой молитвой Три часа молиться Три часа молиться Оплакивать свою жизнь У тебя вот такие глаза будут У тебя вот такие глаза будут У тебя вот так вот нос будет И полное истощение И после этой молитвы Такой мощный Пойдешь и валерьянку Я не верю в такие молитвы Я не верю в такие молитвы И ты говоришь Докопался До кого докопался До валерьянки докопался Я не про такие молитвы Если уж молиться Добуриться до Божьей силы Вы здесь Халалюя Как важно, дорогие мои Перед каждой молитвой Ставить цель Ячейки Воскресная школа Стора Лидер Поставьте всегда перед собой цель Добуриться до силы Божьей Помолиться, чтобы она пришла Исполнится Духом Святым Хотя бы один раз в день И этого будет достаточно Чтобы освободиться От религиозных проповедей Чтобы освободиться От дуных поступков Освободиться, чтобы От всяких глупых затей И программ пустых Амин Исполняйтесь Духом Святым Это важный пункт Получить Духа Святого Это первый пункт Второй Используй, пожалуйста Те возможности Которые тебе Бог дает Молись до тех пор Пока не будет пробивать Этот фонтан Пока ты не исполнишься Духом Святым Каким образом? Вы знаете Исполняться Духом Святым Или добираться До силы Божьей Мы можем разными путями Можем разными путями Один из первых Один из первых Начинай Любить Слово Божье Послушайте Я не верю В силу без Писания Равносильно Как в Писании Без силы Бог говорит Вот начало силы Начинай каждый день В этом слове Откап Что-то полезное Для самого себя Я понимаю Что ты кричу Я уже это читал Я уже читал Читай дальше Пока не встретишь Того места Которое обожжет тебя Которое взорвется Которое взорвется Ты помнишь Моисей Пасовец И он ходил По этой территории Он много ходил Как ты впрочем Пасешь своих овец И ходишь По этой территории Слово Божье Кусты как кусты Холмы как холмы Ходи до тех пор Пока однажды Не зажжется куст Я знаю Что такое откровение Ты вроде читаешь Знакомые места Главу почитал Вторую прочитал А на третьей застрелил И сможешь Какой-то стих Загорелся И ты хочешь Замять для ясно А он горит И ты уже прочитал Главу Да нет Что за странное явление Горит и не сгорает Пойду-ка посмотрю А чем же это здесь Господь Согласись Есть стихи Которые цепляют тебя Которые хотят Твоё сердце зажать Думаю, какой смысл Интересно А ну-ка назад пойду И только подошел На тебе И ты слышишь голос Божи Моисей, Моисей 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 Я давно искал Стречи с Богом Что такое исполнится с Духом Стречиться с Богом И когда Бог приходит Он всегда полон славы Мудрости И силы Церковь здесь И вот Моисей остановился Сними обувь Место на котором ты говоришь Церковь Нет ничего славы Нет ничего сладостней Нет ничего Более фантастичней Переживания Как встретиться с Богом Вот на этой территории Увидеть себя Увидеть его Услышать от него То Что он говорит Прямо в сердце И ты слышишь Что он тебе говорит И ты читаешь Уже не просто Как литературу Это не просто Ты готовишься К проповедям Бог начинает Что-то в сердце И ты сидишь Тебя зовут на ужин А ты говоришь Не мешай Он пришел И ты готов час сидеть Ты может быть До конца не понимаешь Что это значит Что это значит Что это значит Но чувствуешь горит сердце И ты смотришь От струч Смотришь на языки Плани Ничего не видишь Но слышу Что в духе все кипит В духе все клапочит Я однажды читал Это место Когда Псалма 5 пишет И Господь сказал Во святелище Святница Восторжествую Мой галат Мои все эти колен Я читал это одно слово Восторжествую Когда мы встречаемся с Богом Когда Он встречается с нами Мы не можем Мы не можем не исполниться Мы не можем не исполниться Духом Святым Любое откровение Которое Бог Когда видит Говорит нашему сердцу И здесь Муз сердце Рема всегда приходит В атмосфере могущественной славы Силы И ты равнодушно вспоминать не можешь Об этом Если ты вспоминаешь Ты снова Все переживаешь Те же самые вещи Говорил мне Бог Об этом Говорил Бог Восторжествую Я никогда еще Не встречал Пессимистических мест Которые угрожали тебе Которые втаптывали тебя в грязь Которые говорили Ты ничего не можешь Если Бог что-то говорит Он всегда показывает Силу свою Он показывает Могущество свое И говорит Я буду с тобою сотрудничать Я через тебя Поведу Этот народ В шанал И твоей рукою Я спасу Ты не словак Ты не червяк Ты не прах Ты не пепел Ты сын мой Которого я родил Ты сын мой Которого я омыл кровью Иисуса Христа И помазал Духом Святым И ты сидишь Как подключенный К высочайшей энергии И ты наполняешься Своей пепел Ты наполняешься Силой Ты скажешь Бог неужели Бог неужели Ты доверяешь Этому Усты Цитут Да Я буду держать тебя За правую руку И я поведу тебя Не твоими путями Я поведу тебя Моими путями Ими не так уж Много людей ходят Ты увидишь Славу мою Ты сидишь Смотри Что такое исполнение Духом Святым Об этом тебе может Рассказать Только тот Кто исполняется Духом Святым Если человек не знает Что ты делаешь Он тебе ничего не расскажет Он тебе скажет Что ты тепло Что ты ходишь Послушай Исполняться Духом Святым Это не переживать Перепад температуру Это встретиться с Богом Это что-то услышать От него Это что-то Зарядиться От него И знать конкретную Программу К твоей жизни Крестьяне Вот таких шансов У нас очень много Почему не целы Да потому что мы преступно Хороним эти шансы Мы в Библию Это заглядываем Один раз в месяц Мы думаем Что церковной ложки Этой хватает На того Чтобы не делать Протянуть Слушай Так много Ты протянешь Однажды Кроме церковного служения У тебя должна быть Индивидуальная жизнь В слове Лично Перед Богом Я не знаю Твоих семейных проблем Я не знаю Твоих личных проблем У тебя должна быть Личная жизнь В Боге Запомнишь Что когда Бог Стретится с нами Он не будет тебя Спрашивать О церковной жизни Он тебя будет спрашивать За твою жизнь И так первый Первый момент Когда мы можем Исполняться Духам с тем Это однажды Стретиться С Богом На страницах Слово Божи Когда И когда Зажогся куст Когда он тебя держит В плену И ты стоишь На этом святом месте И ты плачешь Или ты радуешься По-разному Богу приходит Иногда ты плачешь Иногда ты просто Нашел отверстию И теперь Знаешь Как поступать Тебе понятно Почему За церковной период И ты радуешься Потому что Бог утешил тебя Бог сказал тебе И твоя сердца Оно дрожит Оно тропещит Оно изливается Перед Бога Странится Библия Библия Слепостес Говорят О том Что человек Любит Бога Что Здесь Он не раз Встречался Да Может быть Следующий раз Когда ты будешь Читать это место Оно не произведет На тебя Впечатление Почему Но что Бог Каждый день Творит все новое Он хочет тебя Увлекать дальше И тем дальше Я тебе покажу Что-то больше Я покажу тебе Что-то глупше Я покажу тебе Мое величие И мою славу Исполняться Духом с этим Дружи со Словом Божьим Пусть оно зажигается Пусть оно взрывается Как мина На минном поле Ты читаешь Вдруг Вау Пришел Бог И пришла слава Следующий пункт Когда мы можем Когда мы можем Исполняться Духом с этим Дорогое мой Это пункт свидетельства Мы не исполняемся Духом с этим Потому что мы Перестали свидетельствовать Я свежаю Ты просты Но очень важные Кристианские начатки Я никогда не забуду Когда я свидетельствую Когда я свидетельствую Да посмотрите Дух Святой Это покровительствующий Дух Он-то и дан нам Для того чтобы мы Свидетельствуем Когда ты начинаешь Людям говорить Дух Святой Обликает твои слова В силу И ты будешь чувствовать Огонь Божа Огонь Божа Сколько жаждущих людей Которые на сегодняшний день Нуждаются в твоем Простом совете Человек попал в тупик Ему никто Не говорил об Иисусе Он не знает Что такое Он верит Всякие приметы Он верит Всякие Калдовские Приметы и обычаи И вот приходишь ты От тебя ничего сложного Не требуется От тебя требуется Сказать только то Что ты переживаешь И ты говоришь Прост Может быть свидетельств 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 Прост так Может быть дежурная Свидетельств Казбот любит Кунгс мил тебе Кунгс мил тебе Кунгс ману зиму Издарийся Дауз бринуму И ты начинаешь Только говорить Что Бог с тобой Свидетельствуем И Дух Святой Тут как тут И ты слышишь Пробивается Какой-то гейзер Пробивается Какой-то фантан И ты сам удивляешься Пять минут назад Ты был другим Сейчас ты уже Тебе все По-другому Дух Святой И ты начинаешь говорить Ох, утишал О чудесах Божьих Оно никогда не оставит Равнодушие неба И оно обязательно Отреагирует И обязательно Бог изольет От Духа Своего На твою плоть И ты исполнишься Духом Святой Понимаешь ты или нет Сколько шансов Сколько шансов Которые мы пропустили Преступно И остались сухими Бог сбивает Дух Зайцев Одно дело Тебя Он наполняет Силою Другое дело Спасает тех Кого Кому ты святительствуешь Исполняетесь Духом Святым Почему я говорю Что наш олень Это единственная причина Которая удерживает нас От силы И делает нас Славными Рыхлыми Безвольными Медузообразными Дохлыми христианами Мы сами Причина этого Не верю в объективные причины Не верю я в политические причины Не верю я В экономические причины Вся причина Субъективная Я хочу Или я Не хочу Вот и все Давайте отрезвимся Давайте посмотрим В глаза действительности Сколько Библию читаем Сколько свидетельств Отсюда и приходит Отсюда и приходит Либо сила Либо наша Бессилина Сколько раз Вспомни Когда у тебя было свидетельство Дух Святой Вот так Витал над тобой Когда земля безвидная Пустая И тиманат бездна Дух Святой Носится На духу Святой Стоит тебе только заговорить Сказать Да будет свет И происходит чудо И происходит чудо И человек плачет И человек каится И человек готов И человек готов И сет петь И ты Стоит Таким Откровенными И ты Открываешь Свою Откровенными И Бог У тебя Миринай Я знаю Что такое Бочиня Я знаю Что такое Отвержение когда ты остался отъем, да все люди одинаково устроены, да ты начнешь поведать человеку, чтобы открывать свои проблемы. Все мы одинаково устроены. Нас всех делал одинаково обманывать. Нас всех делал одинаково топчет. И поэтому твоя может быть типичная святерка, оно будет типичным спасением, типичного погибающего мира. Не надо притендовать на что-то универсальное, уникальное и неповторимое. Дорогой, мы все типичны. Поэтому и твое свидетельство, оно будет именно помощи для людей, а для тебя ключом, который откроет небо. Дух Святой прольется из лис на тебя. Амин. Итак, исполняйся Духом Святой, когда свидетельствуешь. Следующий. Писание говорит, исполняйтесь Духом Святой, назидая себя псалмами, и словословиями, и песнопениями духовными. Паяй и воспевай в сердцах вашему Господу. Благодаря всегда за все Бога, и Отца во имя Господа нашего, Иисуса Христа. Сила у нас есть. Мы соединены с Богом. Но в зависимости от того, мы используем, вращаем эти роторы, статеры или нет. От этого зависит все. Ты можешь иметь внутри гидроэлектростанцию, а поток Божий полам воды. Но если твои шлюзы закрыты, а что такое шлюзы? Уста. Послушай, уста, если твои закрыты, то ты будешь, когда молчал я, обветшали кости мои от седневного стенания моего. Но твои уста, вот твои шлюзы. Если они закрыты, там прекрасная установка. Дай только поток. И когда поток будет проходить сквозь эти самые установки, там начнет все вращаться. И такая сила будет, что может вспыхнуть весь город. Когда молчишь, все мертво. Все мертво. Еще один ключ. Как исполняться Дором Святым? Это назидать себя. Повторяю, назидать себя. Когда ты поешь песню, не надо эту песню петь мне. Понимаешь, в прославлении есть очень много грани. Если ты только Бога славишь, но себя не назидаешь. Это религиозная песня. Нам не нужен магнитофон. Понимаешь, магнитофон играет не для себя. И мы ничем не отличаемся от этого плеера. Мы кому-то поем и не назидаем себя. Если я пою песню, что Иисус велик, что на третий день Он воскрес. Я должен вообще-то хоть в какой-то степени усвоить этот урок личный для себя. А какое вообще это дело имеет отношение к мне? Имеет вообще отношение? Скажем, это событие к моей жизни или нет? Если ты не назидаешься, а механически поешь эти песни, трамп, пам, 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 и потом удивительно, да? Прославление заканчивается, а люди злые, как собаки. Я вот часто, часто вот так вот смотрю, как умудрился этот человек сухой выйти из лопы. Так неистово пел. Скакал выше всех. Орал громче всех. Собрание закончилось. Слушай, ты скатился, ты почему меня не держит? Из-за мелочи начинается в твоей церкви через пять минут после окончания служения. Орал так. Пот вытирал. Свою жену топчет, ты мне мешала исполняться духом святенка. Ай, бред. Мурги. Мурги. Да. Вот так. Если ты насъедаешь тещу, тещу, своего лидера, и не назидаешь себя, не помаца себе, не пробуришься. Амин. Слушай, освободись от религиозного прославления. Я знаю реальную прославление. Когда человек поет, видна даже вот там, там вот стоят молодые люди. Видно, кто исполняется духом святенка. А кто не исполняется? Пустые глаза. Пустые лица. Пустые лица. Они для нас поют. Понимаешь? Они нас назидают. Они мусы помаца. И мы назидаемся. Потому что есть микрофон. А над хором и, может быть, тоже две какие-то фигушки висят там. Тоже, наверное, ловят что-то. Но, по крайней мере, лидеры это очень серьезный урок. Не надо церковь назидать. Во-первых, назидайте себя. И видно, согласитесь, просто духовное лицо, освященное. Человек проникся в этой песне. Он ее пропускает через сердце. И от избытка сердца говорит, И просто один взгляд на человека исполнен во духом сердца. Он тебя обжигает. И начинается цепная реакция. Вы здесь или нет? Лидеры, вы здесь? Левиты, вы здесь? Левиты, вы здесь? А когда стоит человек Песня закончилась. Антенна ушла в сторону. Перехожу на прием. Эй, прием. Приемщик. Кому с туалетовой антенны нужны? Кому с туалетовой антенны нужны? Аллалуйя. Дорогие, если уж стоять здесь, то исполняться духом святым. А если не исполняться духом святым, чего здесь место зря занимать уже третий год? Зачем секиру дожидаться? Причком гаидит цирви. Аллалуйя. У нас нормальные цирки. Не, мус нормальные. У нас нормальные музыканты. Мус нормальные музыканты. Я по другим циркам. Я сидел с драузой сей. Такое печатление. Как будто за инструментами бандиты стоят. Как по инструментам бандиты стоят. Золотая цирка. Золотая цирка. Золотая цирка. Золотая цирка. Золотая цирка. Короче, это уже окончательный такой вариант. Гитаризм. Крутая гитара, знаете. Лаба гитара. Стряхивает отрицательную энергию, да? Ну, что чересчур переполнился там духом. Я удивляюсь. Ну, как пастор может держать? Ну, такую команду балбесов. Ну, ужас. Ну, то, что они играют, это нормально. А кому нужна такая бездуховная игра? Да лучше всех просто пустить на автопилот, пение на языках, чем вот такая музыка. Можно все сыграть. А там еще кто-нибудь стоит из какой-то опереты. Мадам вот с такой композиции. Сыграют тебе такие piruэты. Я потом ждет, когда наступит время ее очередного соло. Не дождавшись. Не сагайдот. Я смотрю, думаю. Как я не думаю? Будь какой-то. Мурги калкарди. Прославление в стиле мурги. Есть буги-вуги, а есть мурги-мурги. Ай-яй-яй-яй-яй. Какие тормоза. Маму-броны. Ай-яй-яй-яй. Постарай. Пожалуйста, уберите все мурги со сценой. Висус мургус нас катывает. И не гонитесь за каким-то бездуховным профессионализмом. Сто лет они нужны. Эти профессионалисты. Бездуховные. Не горели. Дорогие. Мы должны исполняться. Бездухов. Если здесь не исполняться. Я шею не исполняться. Чего требовать от церкви. Ко прасить на драудес? Чего церкви требовать от церкви? Ко на драудес прасить? Пастар, ты тоже должен исполняться. Дорогие. Ты пари, я исполняться с светлыми гарами. Знаете, как здесь мы добрались. сыграть в восторженного легко hallelujah я знаю одно если Бог изливает духа своего на мою плоть моя плоть меняется плоть начинает видеть видения она начинает пророчествовать это дух, который изливает на меня личность она меня меняет изнутри изнаружи и здесь ты не подыграешь если только ты один ходишь и орешь как сумасшедши а в церкви нулевая реакция звон вы слышали, когда он сцены звон такой аж в ушах звенится вроде голос есть и правильная проповедь но звон медзвенящий ким вал звучат и бастер удивляется а мороженое а из крима здесь балмуздак сидит как это по нашему мороженое солдаты они сидят здесь в чем дело я знаю один принцип слушайте если я изолью от духа моего то любая плоть на которую я изолью от моего духа она изменится и я буду видеть одухотворенные глаза я буду видеть одухотворенную церковь которая зажигается от моего огня понимаете если они зажигаются я не горю я просто ирак какого-то оголтелого балбеса который нахватался религиозных фраз и долбит всех строчит буквой не надо говорить не надо говорить притрест я сказал притрест не надо притрест на руке никакой радости не имею в виду нас что с ним и мы загаспорт чтоб в дурку не попал на что они шепчатся они молятся они любят тебя они полны милосердия любить надо Милет вае. И все так сразу возлюбили друг друга. И дух любви со шоу. Я люблю тебя, брат мой. Я люблю тебя, брат мой. Не поймешь, я убью тебя, брат мой. Я убью тебя, лодочник. Или я люблю тебя, лодочник. Не поймешь, что к чему здесь. Дорогие, помазань, да? Да, сваидимся. Трудно сыграть. Согласитесь, помазание сыграть. Трудно. Или оно есть, или нет. Или оно есть, или нет. Все. И третьего не дано. Ты не можешь быть помазанным, недомазанным. Такого уже в духовном мире не существует. Не существует. Или оно есть, или нет. Хорошо, мы ушли слишком далеко. Исполняться духом святого гора. Надо прославлять Господа. И назидать самого себя. То есть к чему здесь, а чем здесь Павел нас учится? Павел нас учится. Павел нас учится. Когда ты прославляешь Бога, ты не должен ни на кого смотреть. Не на кого смотреть. Ты должен перед собой видеть того, кого ты поклоняешься. И ты должен пропитывать верою каждое слово. И использовать это до своего личного опыта. Да, я исповедую, что Иисус Господь, и под этими словами я подразумеваю спасение моих родных. Под этими словами Иисус Господь я подразумеваю исцеление моей плоти. Под этими словами Иисус Господь Я подразумеваю рост моей ячейки. Под этими словами, Иисус Господь. Я подразумеваю спасение моего города. В это слово я вкладываю смысл моей жизни. Вот когда это будет прославление, тогда не надо будет возлагать руки. Тогда Иисус станет Господом каждой нашей жизни. Амэн! Во время прославления начинай насъедать себя. И будь честным. Закончится день. Закончится служение. Просто, ну, ответь сам себе адресно. Назидал ли ты себя? Какие откровения ты научишь во время прославления? Прославление, слушай, это не прелюдия служения. Это не журнал перед кинофильмом. Слышишь? Это уже служение. Как только эти первые аккорды прозвучали, уже служение началось. Не надо болтать где-то там ходить, договаривать свои там какие-то разговоры, захламлять свои мозги, чтобы потом приехать и религиозно... выключай программы за 15 минут до начала служения, чтобы с чистым сердцем, с чистыми мозгами прийти и подключиться сразу к всеобщей системе прославления Бога. Чистые сердца, они Бога узрят. Халлалюйя! Я еще раз говорю, что большая, конечно, ответственность лежит на лидерах прославления. Я так благодарен за Андрея. Огромное благословение за такого человека. Поблагодарите Господа. Падаетесь к детям кунгам. Халлалюйя! Спасибо тебе, Андрей. Это чистый канал, через который Бог просто приходит. Я так рад, что вот как проповедник, как пастор, мне как легко, как легко после такого состояния выходить сюда, и не надо раздвигать какой-то хлам, и не надо здесь напрягаться. Все готово. Все готово, излито от Духа Святого. И служение упаковано, и служение организовано. Как приятно, я видел в разных прославляющих людей. Есть люди, есть лидеры прославления, которые ведут себя, как будто рок-музыканты. Это как рок-музыканты. Ну, что ты себя строишь? Турачок какой-то, что ли? Совсем тупой. По всем трулс. А что церкви делать? Да, он что-то поет. Из себя какой-то корчит, что-то там Майкла Джексону, только без этих движений, или еще что-нибудь там, Мадонну какой-то. Ну, дураки, все. Я потом удивляюсь, почему церковь такая слабая? Потому что мозги слабые. Тебе, что смазанисваясь. Человек такой, я не знаю, был церкви где-то, меня раздражал. Он даже раздражал. Подкайтинаю меня. Я пастору говорю, слушай, я говорю, выходить буду сейчас, еще три песни. Я говорю, как три песни? За как три песни? Восемь спели, и еще три. Вел трис. И они это называют прославление. Это самодеятельность колхозная. Это смотр сельской самодеятельности. Вы тут где-то меняете уже. Ну, достал, можно я выйду сейчас? Ну, пусть еще одно спает. Какой бред, а? Какая морга? Какая морга, да? Еще одна морга. Я говорю, нет. Извини, если ты меня пригласил, я больше не буду. Все, я взял. Вышел. Изгай. Ну, все нормальные прославители, когда проповедники выходят на сцену, они понимают, что им приходит конец. Ну, вернее, окончание уже идет. А этот оголтелый. А рал, как ненормальный. Я уже стоял. Я уже стоял. Смотрю на него. Скатус из виним. У него своя свадьба. Кошмар какой-то. Какую-то хитовую песню. Какой-то хит. Я начал же перебивать его. А он еще громче. Еще косить на меня, типа не мешай. Я не знаю. Ну, это ясно, что это каменный век. Это аквенц-лайкмедс. Я знаю, что это поплассе на сцене. Поплассе ускатывается. Поплассе. Хорошо, что ходи у нас все. Лаби, кто изможает. Музыканты. Музыканты особенный народ. Музыканты и по штатам. Они же все плевали на своих кульверах, на своих поклонников. Как они ведут себя. Как они ведут себя. Музыканты. 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 Амин. Ну, а Оскар, ну... Ну, я не знаю, но... Это особенный экземпляр. Вы где-нибудь такого гитариста встречали, а? Розовые щеки, посмотрите. Переводи, может он не понет. Понятно. Посмотрите, можно было на него... Ну, что такое бас-гитара? Бум-бум-бум-бум. Играю. Бум-бум-бум-бум-бум. А он же вот так вот... Вот так играет, а? Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Вот так вот. Да самое главное, ладно, как ноги движутся. А глаза какие красивые. Иди поближе, посмотрите. Посмотрите, какие глаза. Не жмурься. Ай-яй-яй. Да смотришь на таких людей, сам зажигаешься. А-а-а-а-а-а-а-а, халалюля. А-а-а-а-а-а. Спасибо, Андрей. Хорошая команда. Проводники славы Божьей. Да не тебе слава, причем-то ты. Вся слава ему. Вися слава виням. Да. Виням и ням немного, да? В общем, главное, чтобы ням-ням много не было. Главное слово, что сны будут подаваться. На чем мы остановились, подскажи, а? А, а труба какая? А ну как, где ты? Иди сюда. Ну, иди сюда. На, что? Ну, говорят, когда Андрюша проповедует... Все, когда Андрей из Слудина. Когда Андрюша... Ты что? Будь проще. Тебя приветствуют. Не гордись. Не гордись, ты только человек. То есть ты как-то... Если вас гордишься, труба делу. Все. Ну, посмотрите. Когда он прославление ведет. Это чистая школа. Да ты расслабься. Что ты как колб проглотил? Ну, будь проще. Не вздумай обижаться. Вот интересно, что у них у всех прически одинаковые. Что у Остара... Как-то вот... Как Филс Би. Не подвел. Спасибо перед лицом своих товарищей. Особенно благодарность выделяю. Круто было. Посмотрите. Ни один из них не понтует. Не весь новинем не понтуясь. Не понтуясь. Это хороший дух. Это прекрасная команда. Это прекрасная команда. Светлая. Это прекрасная команда. Это прекрасная команда. Круто не возгордитесь. Главное не возгордитесь. Что-то усы отрастил. Зачем они тебе нужны? Мандрежа нету. Зачем они бунтарь, значит, немножко. Лайк вам друстинь думки нет. Ну ничего, мы потом... Некас. Вот жену найдем хорошую. Лабу севу отрадим. Все будет в порядке. У нас все хорошие люди. Висправо. Хорошие люди у нас. Лаби человеку. Особенно трубачи. Ипаши таврятай. Амэн. Люблю их откровенно. Милые снис. Это чудесно. Это бренишчий. Быть не только сотрудниками царства. Ну просто друзьями. Венкаши друзьям. Подарите большие аплодисменты. Давай, плетать аплодисменты. Таким же веселым. Будь таким же свободным. Hallelujah. 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 Еще один ключ исполнения. Вене отслава. Хвалить других. Свято, горд. А когда ты себя хвалишь. Небо закрывается. И Бог говорит. Бог гордым противится. Начинаешь? Респектирует других. Смотришь, знаешь, у меня настроение аж поднимается. Ну, ясно, что там у нас еще на саксофоне играет один товарищ, без которого теократический порядок в церкви был вообще немыслим. Это наш брат Тео. Откуда появился порядок? Ну, я не буду выводить, не потому что я их не люблю, но что я уже забуду, что я проповедовал. В общем, я после этого пожму вам руку. Будьте благословенны. Ну, а наш барабанщик отдельного служения заслужит. Я целое служение нашему посвящу. Что это от Бога барабаны. Чтобы башка не была пустой, как барабан, нужно исполняться духом. Ну, по всем этим инструкциям. А посмотрите, рядом с вами чудо сидит. Это вообще источник исполнения духом святым. Да друг на друга посмотрите. Кто рядом, слева, справа. Скажи, ну, слава тебе, Господь, что ты со мной рядом сидишь. Ой, милый Господь. Ой, милый Господь. Итак. Значит, мы должны насъедать самих себя. Насъедать самих себя псалмами. Есть псалмы. И мы их поем. Есть словословие. Когда мы просто вот. Каждый из нас. Вот все, что у нас в сердце есть. Мы просто славим Бога. Вот всеми словами, которые у нас есть. Само понятие. Слава. Словие. То есть, здесь, знаете, и слова находишь. И славу воздаешь Господу. И очень вместе соединяемся в один поток. Будьте творческими людьми. Вот начинается шум. Не надо не ухрить. Не надо стоять. Ждать, когда все будет. Ты можешь просто остаться в Белгословении. Ты должен прорываться. Крики рождаются. Победенос. Аминь. Давайте пословоствуем Господу. Вот все, что мы хотим сказать Господу, давайте ему скажем и криким еще. Лизка эксимбелл. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Ты великий! Ты прекрасный! Ты всемогущий! Ты бог богов! Ты царь царей! Ты бог богов! Аллилуйя! Тебе вся слава! А слава тебе! Ты чудесный бог! Ты прекрасный бог! Ты всемогущий бог! Ты царь царей! Ты достоин слова! Аллилуйя! 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 И мы не останемся прежними. Если сила приходит. Я однажды пришел после собрания. Какие у меня красивые глаза были. Я посмотрел. Они смотрятся другими совершенно. Таким светом. Я же не посмотри быстрее, пока я не прошла. Смотри, какие глаза. Вы сейчас красивые. Дух света изнутри дает свет. Красоту. Лицо. А когда ругаешься, ты как скот. А когда исполняешься духом света, ты как новая тварь. Ты сразу преображаешь. Ну, размини так. Мир нуждается в красивых женщинах! Скайстус севиетас. Кстати, о женщинах. Пар севиетам. Я недавно услышал такую фразу. Была мадама одна. Была одна конца. Извела. Ну, так. Пашу, прочим. Старп цит. Слушайте, ну, пока леоная пауза. Женщины теряют женственники. Севиетас зауде севищи. Их вообще превращают в сенсу фону. У них всех голоса, как прокурирование. У них всех голоса, как прокурирование. Что за женщину, которая говорит... А когда молиться начинает... Мир, как можно? Да уже и поводки меняются. Ходка меняются. Я не согласен с этим. Пробуждение никогда женщину не омужичит. Если уж откровенно говоря... Пробуждение, по крайней мере... Отмода. Защитить тебя от... О барби-ю риване. На барби-е-шанас. На барби-шанас. По крайней мере, пробуждение... Отмода. Предотвратить процесс... Превращение тебя в куклу-барби. Процесс. Лайк, ты не поверстёшься по барби-ке, Лелли. Что такое женственность? Я не понимаю по-твоему... Вообще, что по-твоему женственность? Настоящая женщина... Эта женщина полная Духа Святого. У которой с мозгами всё в порядке. И которой с сердцем всё в порядке. У которой с логикой всё в порядке. И с мужчинами всё в порядке. И с женщинами всё в порядке. И с дьяволом всё в порядке. И с Богом всё в порядке. Так что, женщины, не бойтесь молиться на языках. Не бойтесь, чтобы вам не потерять своего достоинства. Женского. Не бойтесь. Воевать в духе короля. Чтобы вам не потерять женского достоинства. Вы здесь или нет? И не бойтесь этого процесса. Вы в мужиков не превратитесь. Сто процентов. Посмотрите на наших лидеров. И вам это станет понятнее. Разве люди на мужика похожи? Разве они на мужика похожи? Вы лидер лидер нас верят им. Если она на мужика похожа, то я сплошная женщина. Бред. Никогда не слушай таких тупых заявлений. Настоящий мужчина это полный духа святого огня и веры. Настоящая женщина полная веры и огня. Там всегда будет своя особенная духовная красота. Аминь. Халалюйя. Итак, словословие. Это еще один ключ к исполнению Духа Святого. Дальше. Благодаря всегда и за все Бога. Вот сто процентов. Даю гарантию сто процентов. Какие молитвы обязательно пробурят тебя к престолу Божьему. Когда ты будешь всегда и за все благодарить Господа. Вы понимаете? Многие наши молитвы это сплошной список болезней. Господь. Господь. У меня хондроз. У меня парадонтоз. У меня сегодня уже и понос. Господь у меня цистит, мастит, артрит. Супер артрит. Супер цистит. Супер. Еще чего-то там болит. И потом думаешь. А чего Дух Святой меня не наполняет? Господь. Господь вообще не вдохновляет твои болячки и карачки. Если откровенно говорить. Потом ты говоришь, молился три часа. Да ты не молился. Ты дурака валял. Ты акстился. И перечислял свою любимую болезнь. С которыми живешь уже 33,5 года. Я знаю ту молитву, которая наполняет нас силой. Куда вы выделяете нас силой. Патейцем. Ты скажешь, Алексей понял. Значит, я так буду тебе вернуть. Господь, благодарю тебя за цистит. Благодарю тебя за хандроз. Благодарю тебя за хандроз. Благодарю тебя за хандроз. Не, не, не за это благодарить. Не портовой к патроте. А то, кто-то неправильно поймет. Я ну как, man не порез, сапрот. Слушай, благодарить за болезнь никогда не нами. Благодарить надо за исцеление. Благодарить за хандрозу, когда этого еще не произошло. Вы здесь или нет? Я вам серьезно говорю. И откроем филиппийцам, пожалуйста. Открой, пожалуйста, филиппийцам. 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 Назад, да, филиппийцы. Вперед пошли. Мне назад. Открой, пожалуйста. Филиппийцам. Четвертая глава филиппийцам. Цетвертая ноделя. Шестой стих. Не заботясь ни о чем. Не заботясь ни о чем. Но всегда. В молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания перед Богом. То есть, о чем мы должны молиться? Молитва веры от молитвы религиозной отличается одним. Религиозник 10 раз попросит и ни разу не поблагодарит. Человек веры один раз попросит и 10 раз выиграет слава тебе. Ты можешь это решить. Ты можешь меня ислинить. Ты великий бог. Ты вывел Израиль из Египта. Ты поднял содра этого Лазаря. Ты открыл глаза. Слепому Артемею, чем я хуже их. Я верю, что ты можешь совершить чудо. Ты в моей жизни благодарю. 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 Халлелюя. Научись молиться. Молитвами веры. И послушай, что делает такая молитва. Седьмой. И мир Божий. Который превыше всякого ума. Соблюдет сердца ваши. И помышления ваши. Во Христе Иисусе. Ты понимаешь, что такое мир. Который превыше всякого ума. Это шалом. Это помазание. Это сила. Которая придет с неба. И наполнит тебя. Все твое естество. От темени головы. И до подошвы ноги. И после этой молитвы. Ты будешь как на пружине. Вау. Ты будешь чувствовать себя. Как если бы. Уже произошло то. Что ты ждешь. Это мощная молитва. Благодарение. Благодарение. Оно просто знаете. Как просто такой взрыв. Который делает озоновую дыру. И от престола благодати. Ух. Льется слава Божья. Аминь. Когда Христос был возле гроба Лазаря. С чего начался процесс. Господь подошел к гробу. Говорил. Отец. Я благодарю тебя. За то что ты всегда слышал меня. Я знал что ты всегда слышал меня. И сейчас я молюсь. Для того чтобы все могли знать. Что когда я благодарю тебя. Ты всегда слышишь меня. И мир Божий. Который превыше всякого ума. Помазание и сила. Она приходит. И в результате благодарственной молитвы. Иисус исполнился Духа Святого. Это значит сила пришла. Это значит авторитет и власть пришел. И полный авторитет. Полный огня. Полный славы. Он подошел к мертвому. Залазай. Он громким голосом это сказал. Он это не шептал. Когда тебя сила наполняет. Ты не можешь. Тихо говорить. Ты не можешь тихо молиться. Ты не можешь тихо приказывать. Ты всегда будешь и славить. И молиться. И приказывать. Кромким голосом. Он сказал. Лазарь. Выйди вон. Лазарь не мог. Не послушать его. Лазарь. Лазарь не верен. Не клаусите. И услышав глаз Сына Божьего. Мертвые встают. Мертвые встают. Мертвые встают. Мертвые встают. И выходят. Исполнение Духом Святым. Это прелюдия любого служения. Научи нас Бог. Перед каждым служением. Перед каждой ячейкой. Перед каждым днем. Перед каждой встречей. С кем-либо наполняться силою Твоею. Читай Слово. Свидетельствуй о Господе. Прославляй Господа. Учись назидать себя во время прославления. Научись благодарить Бога. Научись пропитывать себя позитивным исповеданием. И благодарить Бога за те вещи, которые ты еще не видишь в твоей жизни. Молитва благодарности. Она просто взрывает подебесье. И слава Божья рьется на тебя. И еще один момент. Евреям Треша Нодалья. Евреям Треша Нодалья. Да-да, пора уже. Оскар, пора. Мы с тобой задержались слегка. Евреям Треша Нодалья. Третья Нодалья. Треша, да? Треша Нодалья. О, отра Петра. Треша. Еврея. Евро, да? Евро. Евровидение или как? Евро. Евро. Окей, Евреям Третью давайте откроем. Так, 14 стих. Итак. Так. Имея первосвященника великого. Паррешедшем небеса. Иисуса Сына Божьего. Будем твердо держаться. Четверто. Это 414. Извините. Треш, треш. Четверс. Аминь! Ибо имеем мы не такого первосвящения, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Еще один ключ, который позволит нам полнится силой это терзновение. То есть смело, без оглядки, не религиозно, без всякого ложного смиреновудрия терзновенно во имя Иисуса Христа мы приходим к Царю всех царей, к престолу благодати. Для чего? Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Послушай, сегодня у нас среда. Мы не знаем, что завтра будет. Мы не знаем, что в пятницу будет. Мы не знаем, что в субботу. Нам позарез нужна благовременная помощь. То есть большой ресурс силы, мудрости и власти. То есть мы должны просопасть иметь силу, как мудрые дела. Мы должны запасать масло, чтобы в кромешной тьме, когда вдруг возникнет экстренная ситуация, в которой нам некогда молиться. Мы могли уже воспользоваться той силой, той мудростью, теми откровениями, которые мы получили, находясь возле престола благодати. Мы вот сейчас возле престола благодати. Мы у подножья ног его. Он готов слышать нам, приступая с дерзновением престолу благодати. Запомни, никто не помешает нам войти в присутствие царя. Никто не помешает нам иметь сейчас личный диалог с нашим отцом, который может все, который творит чудеса, который безграничен в своей власти, для которого нет тупиков, который может любую нашу проблему решить. И сегодня, и завтра, и послезавтра нам позарез нужна благовременная помощь, и мы знаем, как ее получить. Мы будем с дерзновением приходить к престолу благодати. Давайте мы встанем. Музыканты, пройдите, пожалуйста, на свои места. Подними руки и начинай славить его. Аллилуйя! Господь, я благодарен Тебе за этот прекрасный вечер. О, Боже, нам нужна Твоя помощь! Нам нужна Твоя сила! Андрей, иди, пожалуйста, прославляй. Поднимай руки и получай эту помощь. Получай мудрость! Получай от него силу с дерзновением! Приходи к нему и говори, Отец, наполни меня силой! Отец, наполни мудростью Твоей славой! Аллилуйя! 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 Аллилуйя, церковь исполняйся Духом Святым, исполняйся силой Его, исполняйся мудростью Его, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.